Друзья, всем привет! Давайте я вам расскажу, зачем 120 Гц в телевизорах или мониторах. Почему это круче, чем вам кажется? Представьте, 120 Гц это 120 кадров в секунду. Для сравнения, 60 Гц отображает 60 кадров в секунду, подходит для большинства повседневных задач. Просмотр фильмов, сериалов, новостей может проявлять смазывание в быстрых сценах, например, спорт или экшн-игр. 60 Гц это как старый добрый сериал, счастливы вместе, смешно, но движения чуть дергаются. 120 Гц это как Мстители Ваймакс, каждый удар Тора виден в деталях, даже если он летит со скоростью света. Это вдвое больше кадров в секунду, что делает движение более плавным, особенно в динамическом контенте. Уменьшает житер и размытие. Когда-то мой друг купил телевизор 60 Гц для PlayStation 5, а потом вернул его через неделю. В игре FIFA мяч оставлял за собой шлейф, как комета. Давайте немножко фактов. Большинство фильмов сняты в 24 кадра. Без 120 Гц сцены погони выглядят так, будто герои едут на телеги с квадратными колесами. Проверено на форсаже. На 120 Гц видно каждую трещину на асфальте, а не размытое пятно. Геймерам на заметку. 120 Гц это суперсила. PlayStation и Xbox заточены под 120 Гц. Это как играть в Call of Duty с бог-модом. Враги движутся плавно, а вы успеваете отреагировать за доли секунды. Как-то мне один клиент сказал, теперь я выиграю не потому, что прокачал скилл, а потому что вижу пули. Помните, что телевизоры или мониторы с частотой кадров 120 Гц обычно дороже. Целесообразность покупки зависит от ваших потребностей. Для киноманов разница менее критична. Для геймеров или любителей спорта оправдана. В общем, 120 Гц подходит для современных игровых консолей Xbox и PlayStation, поддерживающие высокий уровень FPS. 60 Гц может ограничивать потенциал игр с высокой частотой кадров, особенно в экшен-гейминге. Есть еще один важный нюанс. Частота это только пол-дела. Важен еще процессор телевизора. Представьте, 120 Гц это как мотор Ferrari, а слабый процессор это как коробка передач от Запорожца. Если ТВ не умеет обрабатывать кадры, вы получите артефакты вместо крутой и четкой картинки. Что сказать в итоге? Нужны ли вам 120 Гц? Давайте подведем итоги. 120 Гц это не роскошь, а мастхев для любого, кто хочет выжить из телевизора или монитора свой максимум. Не повторяйте ошибку моего соседа, который купил дешевый ТВ для FIFA, а теперь зовет всех посмотреть на дивные разводы на экране. Для кого подойдет частота 120 Гц? Если вы геймер или смотрите много спортивного контента. Если вы планируете использовать на будущее свой телевизор, то выбирайте 120 Гц. Если вы сомневаетесь, какую модель телевизора или монитора выбрать, напиши мне в комментарии. Я тебе помогу выбрать модель, чтобы и кошелек не плакал, и твои глаза радовались.